Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я священник Андрей Ломакин. Служу в Святодуховом Кафедральном Соборе города Минска. Очень часто люди задают вопросы о православии, о христианской духовной жизни. Сегодня я подобрал наиболее часто задаваемые из них и попытаюсь на них ответить. Приближается праздник Крещения Господня. И очень часто люди задают вопросы, касающиеся самого праздника Крещения Господня, святой воды, окунания в крещенскую купель. Давайте послушаем, что чаще всего люди спрашивают на эту тему. Смываются ли грехи, если окунуться в Иордань? Иорданью называется вырубленная во льду прорубь для погружения. Или это скорее народная традиция? Действительно нету церковных правил, которые побуждали бы верующего человека во что бы то ни стало окунуться в ледяную воду. Более того, церковь всегда призывает очень внимательно к этому относиться. Потому что погружение в ледяную воду, в мороз, сопряжено с определенным стрессом для собственного организма, что не каждый человек может выдержать. Поэтому окунание в купель не является обязательным церковным правилом или даже церковной традицией. Это народная благочестивая традиция, которая сопряжена с праздником Крещения Господня. Омываются ли грехи при погружении в крещенскую Иордань? Нет. Грехи омываются в таинстве Крещения, когда человек принимает его в начале своего духовного пути. А для дальнейшего регулярного омовения существует таинство исповеди. И мы помним, что Господь прощает грех, когда человек по-настоящему в нем кается. То есть старается оставить то дурное дело, которое совершил, и старается делать дело доброе. Вот тогда грех действительно прощается. Окунание же в крещенскую Иордань – добрая традиция, которая, конечно же, требует силы духа и крепости веры, но вместе с тем продолжает оставаться традицией народной. Куда девать остатки святой воды? Куда девать старые крестики? Святая вода является святыней. А святыни по устойчивой церковной традиции никогда не утилизируются вместе с бытовыми отходами. Поэтому остатки святой воды, тем более если они по какой-то причине пришли в негодность, допустим, в них появилась плесень или что-то подобное, обычно выливают в непопираемое место. Что такое непопираемое место? Это место, где обычно не ходят люди. Либо под деревом, либо в реку, либо в другое подобное место. Главное, мы должны помнить принцип, что святыню не выбрасывают в обычную мусорную урну. Нательный крест – это знак нашей веры во Христа. И хотелось бы отметить, что часто люди не совсем правильно воспринимают традицию ношения креста. Очень часто в нательном кресте видят некий оберег, который сам по себе будет человека от чего-то защищать. В церкви оберегов не существует. Защищает Божия благодать, которую Бог дает тому, кому Он сам хочет. Крест – это знак того, что мы христиане. Внося крест, мы этим самым говорим «Я христианин, я ученик Христов». Сам по себе крест не является чем-то именным. Поэтому, если вдруг такое получается, что человек теряет крест, или крест по каким-то причинам приходит в негодность, то ли разломился, то ли потемнел или что-то подобное, то тогда человек старый крест может обменять на новый. А старый крест, как правило, либо относит в храм, где подобного рода святыня утилизирует соответственным образом, либо тогда хранит дома у себя в иконном уголке, где стоят святые иконы. А можно ли носить кресты, как бижутерию? Крест является знаком нашей веры во Христа. Сам по себе крест – это духовный освященный предмет. К таким предметам всегда имеется особое благоговейное отношение. Более того, крест является символом христианской веры, ведь Христос был распят на кресте. Именно поэтому христиане никогда не носят кресты, как просто украшение или как бижутерию. Крест – это святой предмет, который и носить необходимо с соответствующим отношением к нему. А можно ли подбирать найденные кресты на улице? Когда человек видит, что вдруг святыня находится в каком-то неподобающем виде, допустим, упала иконочка или крест лежит на улице, то, как правило, конечно же, он эту святыню подбирает. И лучшим вариантом в этом случае будет просто отнести ее в храм, где с ней поступят надлежащим образом. А могут ли стать крестными родителями неправославные? Крестный должен быть у человека один? У мальчиков – это мужчина, а у девочек – женщина. Так ли это? У нас в Беларуси это очень частый вопрос, потому что по религиозному признаку у нас много смешанных семей. Когда, например, муж католика, жена православная, или брат православный, а сестра в римском католицизме. И очень часто при крещении детей особенно нам, священникам, задают вопрос, говоря, «У меня брат очень хороший человек, добрый, отзывчивый, да и живет недалеко от нас. Может ли он быть крестным нашего ребенка?» И в этом случае необходимо вспомнить о том, как появились крестные. Изначально крестный являлся более опытным и уже крещенным, естественно, членом христианской общины. Это значит, что и сегодня крестный обязательно должен быть православного вероисповедания, то есть должен быть православным крещенным христианином. Это древняя, но очень устойчивая традиция, которая соблюдается православной церковью и сегодня. Часто бывает такая ситуация, когда крестными берут двух – крестную маму и крестного папу. Это действительно довольно древняя традиция. Но есть и более древняя традиция. Она восходит к первым векам христианства, когда христиане были гонимы за свою веру, часто вынуждены были скрываться и жить в уединении. В этом случае, когда к ним в общину хотел прийти новый человек и принять таинство крещения, его брали только тогда и совершали над ним таинство крещения, когда кто-то из общины мог поручиться за искренность его намерений. Таким человеком и был крестный. И в первую очередь, и в более древние времена, это был человек одного полоскрещаемым. У мужчины крестный отец, а у женщины крестная мать. Традиция брать двух крестных возникла гораздо позже, в те времена, когда появилось детское крещение. Но и сегодня эти две традиции сохраняются. Поэтому, если по каким-то причинам вы не можете найти крестного папу и крестную маму для своего ребенка, достаточно взять кого-то одного из них. Как правило, одного полоскрещаемым. Но очень важно помнить, что крестный – это не просто звание, это еще и образ духовной жизни. Поэтому крестными должны становиться люди, более-менее помнящие о Боге, старающиеся хоть иногда молиться, и ведущие нравственный образ жизни. Дорогие друзья, благодарю вас за ваше внимание. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях под этим видео, и мы постараемся на них ответить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!